Здравствуйте, друзья! 3D News Daily снова на ваших экранах, а это значит, что пришло время самых интересных новостей из мира хай-тек. Зефир набирает популярность. Стало известно, что Marshmallow установлена на каждом десятом Android-устройстве. За последние несколько месяцев новейшая версия мобильной операционной системы Google совершила большой скачок. Еще в марте ее доля составляла чуть больше 2%. В основном зефирка обязана этим не пользовательскому апгрейду с леденца, а переходу с более старых версий, таких как желейные бобы и киткат. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, нам внезапно захотелось сладкого, а во-вторых, основная масса перешедших на Marshmallow меняла хорошенько послужившие им устройства трехлетние и старше. Случилось это не само собой. Немалую роль сыграли производители, представившие множество новинок с зефиркой на борту. Samsung Galaxy S7, HTC 10, LG G5, новые модели Sony Xperia и так далее. Будет интересно посмотреть, сможет ли Marshmallow за полтора года с момента релиза стать доминирующей силой, как это удалось лолипоп. SpaceX готовится к повторному запуску первой ступени Falcon 9. Четвертая из успешно севших на землю ракет вернулась в ангар. Это та, что 27 мая доставила на орбиту тайландский спутник связи Тайком 8, а затем совершила посадку на плавучую платформу в океане. Повторный запуск одной из четырех ракет состоится в сентябре или октябре, однако Маск не уточнил, что именно она возьмет с собой. Впрочем, недостатка в потенциальных клиентах не наблюдается. К примеру, спутниковый оператор SES из Люксембурга хотел бы продолжить сотрудничество в рамках контракта. Три месяца назад один из его спутников был успешно отправлен на орбиту, а в дальнейшем компания рассчитывает доставить еще шесть. Руководством SES движет честолюбивая мысль сделать свою компанию первым в мире коммерческим спутниковым оператором, дважды слетавшим в космос на одной ракете. Недавно Nokia приобрела французскую компанию Withings и сразу же поставила ее во главе своего бизнеса гаджетов и сервисов для здоровья. Возможно, на решение о покупке повлияло увиденное в отделе исследований и разработок, например, умные весы Body Cardio, которые были представлены публики вчера. Помимо своей основной функции, то есть измерения веса, новинка также умеет определять индекс массы тела и отображать несколько параметров сердечно-сосудистой системы. Не только пульс, но даже скорость распространения пульсовой волны. Последний косвенно говорит об эластичности сосудов. Если показатель высокий, то есть сосуды жесткие, существует риск развития гипертонии. Впрочем, любопытный гаджет за 180 баксов, даже такой умный, не заменит обследование у кардиолога. Если что, мы вас предупредили. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!